Приветствую! Данный видеоролик является напоминанием водителям о том, что наступила осень, наступил октябрь месяц, а согласно правил дорожного движения с 1 октября по 1 мая водители, которые передвигаются по дорогам вне городской черты, обязаны включать дневные ходовые огни. Если же ходовых огней не предусмотрено конструкции автомобиля, то нужно включать ближний свет фар. Такое правило содержится в пункте 9.8 правил дорожного движения. Конечно же возникает вопрос, а какая будет ответственность за то, что водитель не включил ближний свет фар? Друзья, этот вопрос какое-то время был достаточно спорным и полиция выносила решение по части 2 статьи 122 и там предусмотрен штраф 510 гривен за якобы нарушение правил использования осветительными приборами. Но все-таки судебная практика пошла по другому пути и эти постановления в суде легко отбиваются, поэтому имейте в виду, что если вам за то, что вы не включили ближний свет фар, либо дневные ходовые огни за городом, вам выписали штраф по части 2 статьи 122 Купапа, то эта постанова может быть обжалована и отменена в суде. Почему? Да потому что данная часть, часть 2 статьи 122 не охватывает данное нарушение. И судебная практика говорит о том, что в этой ситуации нужно водителя привлекать к административной ответственности за нарушение ПДД по статье 125 Купап. И там санкция предполагает только одно единственное взыскание – предупреждение. Поэтому на сегодняшний день законной санкцией, законным взысканием за невключенный свет фар является предупреждение, а не штраф. Соответственно, если штраф, то вы можете обжаловать это в суде. Друзья, при этом хочу обратить ваше внимание, что тот факт, что такое незначительное взыскание за это нарушение, не говорит о том, что его можно совершать и можно не выполнять пункт 9.8 ПДД. Все-таки правила дорожного движения я призываю соблюдать. Это необходимо и необходимо в первую очередь для вас, потому что соблюдая эти правила, мы обеспечиваем свою безопасность. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и мира. Пока! Пока!